Несмотря на то, что настоящая зима в Нижегородской области все еще не наступила и трескучих морозов мы не дождались, накануне крещения горожане традиционно окунаются в прорубь в знак духовного и телесного очищения. В нашем городе по традиции купель оборудуют на пруду Боровом. За два часа до полуночи техника и специалисты были готовы к началу купания горожан в проруби. Сотрудники ДЭП оборудовали сходы к воде перилами и резиновыми плитками. Прорубь оградили деревянными настилами, на которых дежурили спасатели, в том числе и водолаз. Обязательно. Мы надеемся, он не понадобится, но мы выставили пост наблюдения, как это предписано. Четыре человека у нас здесь сидят. Сигнальными лентами ограничили доступ горожан на лед. Все желающие понаблюдать за обрядом окунания в проруби и поддержать своих близких стояли на берегу. Как ни странно, лед достаточно структурный и толщина здесь льда 30 сантиметров. То есть это вполне приемлемо для нахождения людей на льду. Но мы все равно ограничили туда выход, запретили, ну дабы люди не подскользнулись или что-то, какой травм себе не получили. Среди желающих совершить обряд духовного и телесного очищения были мужчины, женщины разного возраста и даже подростки. Трижды окунуться в ледяное водение каждому под силу. Привычным к таким процедурам людям сделать это было легко. Некоторые от экстремальной температуры воды буквально терялись, но находили в себе силы завершить обряд. Эмоции после окунания в проруби были разные. Одни успевали сказать лишь пару слов и спешили греться, другие с удовольствием рассказывали о традициях и ощущениях. Все хорошо, все прекрасно очень. К этому празднику надо долго идти и на самом деле прийти. Поэтому традиций мало, но верим Богом. Слава Богу, спасибо. Прям очень хорошо. Два автобуса выполняли роль пунктов обогрева. С 10 вечера 18 января и до 3 утра 19 января на берегу дежурили медики. Сотрудники спецуправления противопожарной службы прожектором подсвечивали место купания. За соблюдением порядка наблюдал наряд полиции. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Сару-24.